Рядом со мной Кирилл Карасёв, он же Ангел. Здравствуй, дружище. Просто игрок. Просто игрок, ну лидер всё равно команды ДТС. Пять игр, пять побед сегодня. Как настроение, дружище? Настроение отличное. Игры были как бы не самые сложные, но иногда напряженные. Поэтому не расслаблялись сегодня. На кого вы ходите завтра? Уже прикидывали? Кто может к вам в четвертьфинал попасться? Надеемся только, что не поляки, а так по большому счёту всё равно. Вы с ними хотите финальчик, а Na'Vi? А, последние две игры здесь в арене вы выигрывали у Na'Vi? Ну, как бы мы завтра ещё играем одну восьмую сначала, ну четвёртую, то есть. А там могут попасться только вторые места, а это поляки. Ну, единственное, сильная команда. Поэтому, надеюсь, что первую игру завтра не будем играть с поляками, а в дальнейшем посмотрим. В принципе, да, дальше уже полуфиналы начинаются жёсткие игры. Как кучер в роли капитана? Расскажи, потому что я сам вот только неделю назад узнал на отборочных Asus. Да я сам всё очень узнал, на самом деле. Вообще всё отлично, справляется, как бы помогаем, чем можем, как говорится. Судя по результатам, всё замечательно. Ну, по последним онлайн, онлайн результатом, как бы. Ну, вам нравится кучер как капитан? Он не загоняет там вообще ничего такого жёсткого? Да не, вроде не загоняет. Мне больше нравится не то, что кучер капитан, а то, что я не капитан, поэтому... Меньше отвлекаешься, больше сосредоточен на стрельбе. Да, 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 да. Ну, в принципе, это самое главное. Как база ваша поживает? Вы теперь онлайнеры, знаете, друзья? Да. Поиграв несколько месяцев на одних и тех же компьютерах, мы реально стали онлайнерами. Тут ничего не скажешь. Ну, а теперь ты можешь нам смело сказать, что тренировочная база у команды даёт плюс? Да я как бы и раньше говорил, что он даёт плюс. Главное, правильный подход. И, несомненно, он даёт плюс со стороны онлайн соревнований и так далее. У тебя преимущество, когда ты сидишь себе в пятером месте, в комфортной обстановке, играешь против кого-то, кто сидит там в разных городах даже. Кирилл, ты уже сегодня видел несколько команд. Знаешь, на кого стоит обратить внимание? Кого стоит выделить? Ну, понятно, финны, поляки, фнатики, топы. Из каких-то неожиданностей, из неожиданных команд у нас кто-то есть? Ну, неожиданных в топе. Как тебе сегодняшняя игра Риджитов? Не видел ни одной игры? Если честно, не смотрел ни какие игры. Изнутри играя со своей группой, да, то есть с русскими командами, всеми там неплохими командами, не смогу выделить какую-то одну, которая действительно удивила, которая в дальнейшем как бы что-то может занять или кого-то удивить. Так не скажу заранее. Старички хай тайм? Я не знаю, если честно, кто у нас вообще из группы вышел. Понятно? Потому что играл с ней, ладно, все, отпускаю тебя. Они вышли из группы? Да. Кстати, Ангел, сегодня вечеринка для игроков и у журналистов, но я думаю, команду ДТС мы здесь можем не увидеть. Команду ДТС, конечно, нет, меня может быть... Не, шучу, конечно, меня жена не отпускает. Ну да, действительно. Но я буду. Удачи. Но я буду, хорошо. Бери жену с собой. Ну, я думаю, что команды, которые пройдут на завтрашний день, действительно будут отдыхать, спать, набираться сил, много кушать и готовиться к важным матчам. Таких команд будет всего 8, но остальные, конечно же, я думаю, останутся в арене. Друзья, оставайтесь, будет круто. Я вам точно говорю. Все, друзья, у нас пауза и мы возвращаемся к играм MSI Beat. Это я просто смотрю на сцену. Да, освобождают сцену сейчас Агейн и Винфакт. И сюда пересаживается команда Virtus.pro. Вот. И, ну, Natus Vincere будет слева. То есть Na'Vi и Virtus.pro будет матч на сцене. Все, ждите меня. Субтитры подогнал «Симон»!